Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Мигу. Сегодня у нас будет видео очень интересного формата. Сегодня вроде и влог, и вроде и анбоксинг будет. Потому что у меня поломались наушники, в них звук идёт только в одно ухо. Поэтому я сейчас иду в магазин покупать новые. И мы тогда вместе с вами их и распокоим. Сейчас я вот уже одетый, готовый, будем выдвигаться. Короче, друзья, купил все наушники. Еще купил все наушники маленькие для телефона. Вот, мне кажется, прям на улице, прям в пяти шагах от магазина распаковываю. Чем твоим? Нет, чем... А, чем... Вот этот. Скафон на Марию. Это Регулируется. Куда-сюда, обратно. Тебе и мне приятно. У нас тут лучший походил. Для разъёма. Тебе прям так фангуется распаковывать на улицу. У меня уже руки, ну, отмёзы, блин. Да и салют. Мне кажется ли, у тебя провод таким же был, типа? Нет. У меня провод, который не сворачивает. Еще переходим. Короче, друзья, мы сейчас... У меня уже успели замерзнуть руки. Мы сидим здесь на минутах три только. Сейчас еще, наверное, есть. Но, блин, у меня уже руки замерзли, поэтому я решил даже до дома не откладывать, а мы сразу здесь на улице распаковываем. Это просто не потянут. Так что за замерзшие руки лайк влепите по-любому. Мусорщик. Да, не надо. Вот она мусорщика. Да, не надо. Не говоришь, что мы сейчас прям тут тесить будем? Реватриально холодно. Еще ветерочек поддувать. Но здесь сегодня снежочек такой маленький идет, поэтому это очень холодно. Ну, ты их можешь регулировать. Помни, это. Да, мы все регулировали. Ну, так, хорошо. Ну, ничего не слышал. Опять вакуум. Вакуум. Как все в раз было. Нет, вот понимаете, когда я говорю про страст, когда мы говорим страст, типа... Это было, когда мы в начале сентября ходили вот как раз ему покупать наушники на день рождения. Когда он сам ходил, нас с тобой в компанию взял, он перед этим бухнули. Я понимаю, это типа защитная хренотень вот эта? На проводе, на зеленый. Не на наушник, а на самом проводе. А, ну да. Вот это? Да, вот это. Защитная херман. Вот не замагала. Ну, правильно. Ладно, я потом думал, примерю еще. Ну что, друзья, я добрался до дома наконец-таки. И теперь мы с вами будем тезить наушники уже по-настоящему. Мы их сейчас проверим по звуку. И проверим еще микрофон. А с вот этими прекрасными наушничками, которые служили мне первой и правдой около двух лет, скорее всего, придется выкинуть. Опа! Значит, наушнички... Ну, коробки вы сейчас ничего не видите, просто вы прекрасно сами могли видеть, да? Что мы на улице уже наушники распаковывали, поэтому уже распакованные наушники четвертый какой-то, третий раз распаковывали. Вот они, они. Значит, ну, мы примеряли их с Богданом, да? И получилось, что для него они были маленькие. Ну, я думаю, вы тоже сами могли это видеть. Они для него получились маленькие. Я вот сейчас надел, тоже маленький, но все как в вакууме. Но, благо, тут есть вот такие регулировщики. Раз. И два. И все, и жизнь прекрасна. Тут немного, конечно, смущает, что, во-первых, немного мешаются очки, это раз. Во-вторых, реально все как в вакууме просто. И в-третьих, меня немного смущает квадратная такая, точнее не квадратная, это больше даже прямоугольная форма этих наушников, то есть, не смейте сами. Вот, и смотрите, прямоугольная форма наушников, поэтому она уже не смешает. Пока что удобство микрофонов, то есть, смотрите. Я думаю, видишь, нормально, друзья, все хорошо, поэтому нормально. Поэтому все вот плечики теперь будете, смотрите, вот с такими классненькими наушничками. Вот. Здесь, ну, я думаю, вы прекрасно все видели сами, да, я просто вам еще скажу поближе. Здесь кнопка «Включить-выключить» эти наушники, кстати, это же прикольно, но она, блин, тут прыгает, тут не каждый раз могут выключить спокойно, да. И регулировщик громкости. Короче, вот такие маленькие наушники Panasonic купил. Говорят, это магазин, ну, конечно, это самые более нормальные. Вот, айпод, кстати говоря, айпод-наушнички, по-насуне. Вот. Так что, давайте прямо сейчас немедля протестим эти наушники со звучком. Конечно, вы, к сожалению, этого не увидите, но вы зато услышите заодно сейчас звук микрофона моего нового теперь, да. И просто посмотрите, как они, в конце концов, сидят на мне, а я чекну реальный их звук. Ну, и для того, чтобы нам с вами, друзья, проверить наушники наши на звучание и на просто микрофон, мы сейчас с вами отправляем все звук, с которой я жить не могу. Вот. Ну, я уже, кстати говоря, пробный мальчик сыграл один, да, и послушал музыку, да. И очень, по сравнению со старыми наушниками, очень сильно все изменилось. В этих хреначек басы, и в этих слышны куча шумов на моем альбоме, которых не было слышно не раньше. Не слушал я на телевизоре, не слушал я старых наушников. Их не было слышно сейчас, они слышны. А микрофоны в самом процессе голосовый контакт. Они получились достаточно тихим. А если я увеличил громкость, сразу появлялись шумы. Инсиньи, удар, спасает галкипер и вымыт. Ну, а чтобы протестить именно, я взял матч Наполи-Фарма. А так реально, вот это мое мнение наушников, типа, действительно, если посетить их долго, то реально начинаешься болеть. И что-то всех было, но звучит болезнь-то быстрее. Может быть не так сильно, хотя ты не знаешь. Гамшик лонгшотик. Так, супер спасает. Ну, реально, звук очень сильно изменился. Здесь прям так, теперь трибуны классно слышны, потому что у меня стоят и сами динамики в настройках звука, да, в Windows. Сами стоят на мощную, на полную катушку. И почти на полную катушку стоят наушники на переключателе. Если бы не играл бы одну штуковую, которую вот Меркин на меня стоит, вот. Сказал я, пока я в это время другой рукой попадаю Дрисом Меркинсом в крестовину. Вот это я, конечно, Гай Юли Цезарь, да. Ну, реально, вроде микрофон близко расположен, намного ближе, чем старый, да. Стартер вообще на грудяке болтался. Вот, а этот вроде близко располагается, и все равно как-то прямого слышно. Но зато качество хорошее микрофон. То есть это реально успех. Инсинге, удар, штанга, добить не дают. Да, на сегодня у нас начинает сказать эпидемия каркаса в ворот, две штанги, что ли. А вот, ну вот, приятно смотреть, знаете, прогноз там или еще карьера. А просто тупо сидит и фанишься, а с вами разговариваешь, Калейхун там был в офсайде, тем более, не струн не попал. То есть прикольно, реально тупо по фану, сами все еще разговариваются, а сами играют слухи. В последний раз я такого, в последний раз я, наверное, такого не ожидал вообще. Такого у меня там никогда даже не было. Я понимаю, что здесь может быть очень длинный и как раз уже защищен. Но он у меня на один танец играет просто. То есть это можно узнать, Эндрюш, за 10 минут, то можно понять, как в наушниках слышится ФИФА. Калейхун! Опять попадает в штанги, ты что ты будешь с ним делать, а? Передача, Петр Зелинский убегает. Удар! Штанги! Четвертая штанга подряд, алло! Что происходит, тебе штанга ФХ, что ли? Пандос, прости, но кажется, твое звание штанга ФХ отходит ко мне. Четыре штанги за один матч. Где вы еще такое увидите? За 27 минут игрового времени четыре штанги. Это называется, я сейчас с вами разговариваю. И за игрой слежу как в полтора у, как говорится. Энсенья смещается в центр. Удар на технику! Если бы там был от штанга, я бы не знаю, что это событие. Я, пожалуйста, попытался со стороны сделать качественный контент. Надеюсь, что он вам зайдет. Побежите, делай лайкочками обязательно. Сказал, я в это время все пропускаю атаку, спасибо пока не даю. Тайну задобавлено, Меркнис разгоняет атаку Наполи. Передача Лоренцо Инсенье! Удар! Спасает голпикер. Калиехон подает угловой. Гамши их не должно быть. Пенальти! Пенальти ворота Пармы. Великолепное завершение матча для нас будет. Я сыграю один тайм сегодня. Вот, и Дрис Меркнис у мяча будет бить пенальти сейчас. 1-0! 1-0! 1-0! Реально прям я полу себя в вакууме сейчас вышел. Еле-еле. И тут еще трибуна такая ровная. Ну, это очень классно. Прям атмосфера! Прям... 1-0! Дрис Меркнис 45 минута отлично! Считайте, что мы в этом матче выиграли. Лучше я для вас завтра сделаю прогнозик в ЦСКА Зенит. И вот тогда мы с вами поиграем полный матч. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Да, конечно, вот торчат торчат у нас нам. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пускать вот такие новые топовые видео, потому что я каждаюсь, что у нас будет анбоксинг наушников. Вот. Причем достаточно топовых. Ну, а с вами был, как всегда, МИГО. Всем до скорой встречи, всем пока-пока!